Из классов на проезжую часть луганские гаишники преподали школьникам урок прикладной безопасности. Занятия провели прямо на дороге. После него некоторые из учеников решили, свою карьеру будут строить именно в ГАИ. Станислав Мирошниченко продолжит. Посмотрите, пожалуйста, в окошко. Поглядите, какое количество автомобилей в нашем городе. Чтобы школьники не заскучали во время лекции, им показывают мультфильмы. Рисованные персонажи также учатся правилам поведения на дороге. Но здесь же нельзя жить! Даже дорогу спокойно не перейти! Мы все предусмотрели, чтобы перейти дорогу нужен светофор. Далее практические занятия. Детей тренируют различать дорожные знаки и избегать опасных участков. Здесь погибла молодая девочка. Из-за того, что водитель превысил скорость. Понятно? Посмотрите внимательно и запомните, что такие знаки вдоль дорог говорят о том, что здесь постоянно кто-то нарушает правила дорожного движения. Следующая остановка – Перекресток. Здесь уже регулировщик поясняет школьникам, что означают взмахи полосатым жезлом. А закончили практическое занятие по правилам поведения на дороге в управлении областного ГАИ. Дети – это самые непредсказуемые участники дорожного движения. За летние каникулы они забыли правила поведения на дороге. И наша задача – обезопасить детей. Наглядный пример убедительнее. Учитель начальных классов Маргарита Агафонова уверена, на таких практических занятиях школьники лучше усваивают материал. В классах мы теорию изучаем. А сегодня на практике мы увидели все те приемы, которые используем на своих уроках. Они могут более раскрепощенно это все высказывать свое мнение, не так, как на уроке. И немножко соприкоснуться и с историей образования и ГАИ, и образования правил дорожного движения. Пообщавшись с ГАИшниками, Никита Журба решил – когда вырастет, обязательно станет госавтоинспектором. Хочу быть сотрудником ГАИ, потому что ГАИ главнее. Уроки дорожной безопасности для учеников первых четвертых классов луганских школ будут проводить еженедельно, вплоть до конца текущего года.